Минск Я увидела то, что увидела. Минск современный, интересный, а часто и неожиданный. В том числе он умеет веселиться и умеет зажигать. Спокойно не будет, только хардкор. Так сказали бы некоторые мои друзья. Минск Это Минск, и я покажу вам его без стереотипов и сладких сказок. Это совершенно не Советский Союз. Этот стереотип оказался для меня разрушен не только из-за музыки. Я представляла неспешный город, как в старых отечественных фильмах. Почему-то мне казалось, что люди будут одеты неинтересно и однообразно. И, конечно, стереотип исключал. Макдональдсы, бургеры, люксовую зарубежную косметику, дорогие машины и тому подобное. Но Минск это не декорация к фильму. Это европейская столица и очень разная, как любой большой город. Интересно, а подтвердятся ли другие шаблоны? Ну что ж, будем изучать. Поищем мусор, попробуем снять административные здания, посмотрим, ходят ли здесь в оперный театр, а еще попытаемся устроить шоппинг и, конечно, приобщимся к национальной кухне. А пока архитектура. Город древний, но был сильно разрушен во время Великой Отечественной войны. Восстанавливался и застраивался в середине прошлого века. Длинные проспекты, широкие улицы, примерно одинаковой высоты здания. Воплощены все модные тенденции того времени. Это самая длинная улица в Минске и одна из самых длинных улиц в Европе. Широкая, такая размашистая, величественная. Если, например, человек будет стоять на балконе вот этого дома и попытается докричаться до своего соседа напротив, вот в том доме, у него ничего не получится, уж слишком широкая улица. Это не готика или барокко, конечно, но тоже интересно. Грандиозно, с размахом и как будто целый город в едином стиле. Редко где такое увидишь. Минск, мне кажется, очень гармоничным городом. Видно, что он застраивался в одно время с определенной планировкой улиц и этим он чем-то похож на Питер. Ну, правда, Питер, конечно, застраивался в 18-19 веке, а Минск в середине 20-го. Но, тем не менее, город не лишен какой-то гармонии и какого-то единого целостного образа. Правда, рассмотреть этот образ нам удалось не сразу. Погода капризничала. Погода чудесная. Температура воздуха плюс 7. Небо менялось с каждой минутой. Ветер то подгонял, то останавливал. По улице можно было только короткими и быстрыми перебежками. Два свитера под курткой не помогали. Хорошо, что в Минске есть экскурсионные автобусы. Вот наше спасение. Самый простой вариант – сити-тур. Ищите такой значок остановки напротив железнодорожного вокзала. Город Минск, как в зеркале, отражает свою страну. Это город-воин. Город-процелник. Город со шматряковой историей. Экскурсия на восьми языках. Белорусский, русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и китайский. Выбор солидный. Выезды не так часто, всего четыре в день. Билеты мы купили в самом автобусе. В апреле 2016-го он обошелся примерно в тысячу российских рублей. Маршрут рассчитан почти на два часа. Это же прекрасно! Целых два часа! Если не в тепле, то хотя бы без ветра. Фоном звучит средневековая музыка белорусских исполнителей, так что можно познакомиться и с городом, и прочувствовать, какая давняя у него история. И какие разные корни нынешних традиций. Это самая большая площадь Минска и одна из самых больших. Проспект Независимости кажется бесконечным. Еще бы более 15 километров! Мы проехали лишь половину. Эта грандиозная улица застроена в едином стиле. Одна из самых длинных в Европе. Сейчас она претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда едешь по проспекту Независимости, возникают ассоциации с Советским Союзом из-за архитектуры. Но речи быть не может о какой-то отсталости, как сейчас многие воспринимают ту эпоху. Масштабные строения, нарядные флажки вокруг, широченные улицы. Страна кажется очень просторной и очень мощной, способной позволить себе такой простор. Эту картину не разбазаривают на рекламные баннеры и щиты, за которыми в некоторых городах города не видно. Если Минск и законсервировал каким-то образом Советский Союз, то только его позитивные образы. Конечно, я рассуждаю исключительно как турист и не претендую на истину в последней инстанции. Минск прекрасно выглядит, скажу я вам. Он не просто чистый, он еще и очень ухоженный. Хорошие дороги, разметка, будто ее обновили только ночью. Аккуратные газоны. Смотреть на эти улицы – одно удовольствие. Может быть, столица Белоруссии не привлекает разнообразием архитектуры, но атмосфера здесь точно есть. И она особенная. В этом мы убедимся еще не раз. А это один из современных символов Минска. Национальная библиотека Белоруссии. Открыли в 2006 году. Объемный ромб – это 23 этажа, где хранятся в том числе раритетные и старопечатные книги. Говорят, в строительстве участвовал Саддам Хусейн. Не бетон заливал, конечно, но помог финансово. 500 тысяч долларов внес. Проезжали мы и элитный район частных домов. Такой вот маршрут экскурсии необычный. Все особняки построены по индивидуальным проектам, подчеркнул наш аудиорассказчик. Симпатичные домики. Интересно, где-то еще возят туристов по улицам местных богачей? Есть в Минске и необычные жилые многоэтажки. Например, вот дома Кукурузы. Правда, имя придумал не архитектор. Народ так прозвал. А вот совсем обычный спальный район. Такие есть, кажется, в любом городе. Но обратите внимание, светлые краски, близких оттенков, никакой разнородности. Все тоже в едином стиле, как и центр города. Здесь везде ощущается гармония. Ну, как минимум, визуальная. Очень здорово, что есть такая экскурсия. Хотя бы город посмотрели. Потому что, ну, так холодно, что гулять практически невозможно. Вообще, в Минске и пешеходам быть очень здорово. Общественным транспортом мы почти и не пользовались. Потеплее бы, то, конечно, гулять и гулять. Тротуары здесь такие же широкие, как и дороги. Кажется, мы уже долго на улице. Пора бы найти, где еще погреться. Солнце светит, но ветер ледяной. В Минске тоже выставляют столики на улице кафешки. Но, правда, сейчас, ну, так холодно, что просто даже внутри сидеть хочется накинуть плед. Когда я говорила друзьям, что собираюсь в Минск, все мне советовали обязательно сходить и попробовать белорусскую кухню в кафе Васильки. Это ресторан национальной еды, национальной кухни, и их несколько в Минске. Интерьер в стиле деревенской хаты, дровишки под лестницей, официанты ходят в рубашках с коротким рукавом. Кажется, здесь тепло. По крайней мере, сытная белорусская кухня должна нам помочь запастись энергией и силами. Я просто в образе, мне кажется, от моего платья, вот как раз для этого ресторана. Ого! Вот это порции! Хорошо, что мы еще суп не заказали. Да, приятно, когда большие тарелки используют не только для того, чтобы подчеркнуть ценность скромного блюда. Уже, наверное, за сегодняшний день раз в десятый идет дождь, но мы не сдаемся. Мы продолжаем гулять, иногда заходим в кафе, иногда из них выходим. Стараемся успевать между дождями. Не всегда получается. Кажется, скоро мы останемся без зонта, но мы продолжаем гулять, изучать Минск, наслаждаться его пейзажами и чудесной, замечательной погодой апрельской. Как интересно иногда свернуть с главных улиц. В Минске это просто необходимо сделать. Как будто бы машина времени взяла и перенесла в какую-то другую реальность. А вы знали, что Минск может быть еще и таким? Очень милый район, совершенно не похож на остальной Минск, с его широкими проспектами, грандиозными зданиями. Здесь сохранилась архитектура историческая. И кажется, что ты гуляешь по какому-то европейскому городку, где-то так с середины 16 века, может быть. Это Троицкое предместье. Наверное, единственный более-менее уцелевший райончик, который застраивался еще в 17 веке и позже. Исторический уголок ищите в северо-восточной части центра на левом берегу реки Свислочь. Стоя здесь, я вот о чем думаю. Почему Минск все рисуют именно таким советским городом и показывают его огромные проспекты. Вот, например, этот район, он достаточно большой. Там есть где погулять, есть что посмотреть. И он очень милый, вполне себе европейский. Здесь совершенно забываешь о каких-то стереотипах, которые были связаны с Минском. И понимаешь, что эти стереотипы не находят подтверждения. Мы забрели на остров мужества и скорби. Его еще называют островом слез. Мемориальное место в самом центре старого Минска – искусственная насыпь. Отсюда открывается потрясающая панорама на столицу Белоруссии. Мы нашли какое-то просто уникальное местечко в Минске. Это небольшой такой островок. И здесь Минск окружает туриста во всех своих проявлениях. Там исторический город, какой-то такой средневековый. Здесь какие-то башни, небоскребы, стипа, бетон, современные постройки. Сейчас мы сделаем кружочек побыстрее. Там квартиры вашей мечты. Добро пожаловать в Минск, он разный. Странное ощущение. Мне кажется, вода теплее, чем воздух. Если бы, конечно, ветер нас здесь не сдувал, то здесь можно было бы посидеть, попить чайку, поесть пирожных, принести с собой. Но нам придется идти. Либо идти быстро, либо искать какое-то местечко внутри, которое можно посмотреть. Очень холодно. Я уже даже не могу говорить по-моему. Гулять по Троицкому предместью и верхнему городу очень приятно. Особенно чувствительно воспринимаешь эту атмосферу на контрасте с относительно современными проспектами. Они вроде бы удобнее для города, но шумные и порой даже давящие своим размахом. Здесь же легко, уютно и мило. В этом тоже прелесть Минска. Он дает эту возможность переноситься из одного мира в другой, из одной эпохи в другую. И как они разъезжали раньше на таких вот колясках. Мы тут между дождями бегаем в кафешках, не можем спрятаться. Как вот ездить по городу. А вот и минские голуби. Кажется, слетели сюда со всего города. Такие невозмутимые. Ну, сразу понятно, кто здесь хозяин. Нас окружают голуби. Ух! В Минске очень много туристов. Не только из России. Даже в апреле на улицах, музеях и кафе можно было услышать самые разные языки. Это местечко называется Сваи. Тоже ресторан народной кухни. Вкусные сырные шарики с ветчиной, колбаски и пиво вечер обещал быть приятным, но стал еще и веселым. Благодаря этой беззаботной компании иностранцев. Самое забавное, что если бы пели на русском, многие бы плевались и отворачивались, наверное. А ребята вот из другой страны, с таким же шумным поведением, вызывали у всех только положительные эмоции. Минск красивый город. Он и похож на столицу, на Москву. Он шумный, с большими дорогами, с большим потоком транспорта. При этом он и милый, уютный, похожий на Европу в своей части. Вот мы на острове смотрели на этот участок, где небольшие домики, извилистые улочки, холмы. Вечером Минск загорается сотнями огней, подсвечиваются здания. Основные проспекты выглядят еще более торжественно и грандиозно. Чем-то на Тверскую похоже, или на какой-нибудь такой магистральный проспект Москвы. Ну, конечно, Минск это столица, и это не тихая европейская столица. Он шумный, тут большое движение, здесь много автомобилей, много людей. В кафе сидит очень много людей. Совершенно не тихий, спокойный город, в отличие от других белорусских городков. В общем, здесь можно найти все, что угодно. Здесь работает Макдональдс, здесь продают Диор, здесь продают брендовую одежду. Проверим еще один стереотип насчет вездесущих КГБшников и милиционеров, которые запрещают снимать административные здания. Но вы уже поняли, что на границе фотоаппарат у нас не изъяли. Слежки вроде бы тоже замечено не было. Куда только мы не направляли наш объектив. Причем не у краткой, без спешки. Вот вам дубль два. Никто не бежит скрутить нам руки. Укрупнимся на флаг. Эй, где же наряд особого назначения? Никого. Снимай сколько хочешь. И так было везде. Ну ни разу к нам не подходили с просьбой убрать фотоаппарат, даже когда мы снимали самих милиционеров. Не знаю, почему Минск называют советским городом, я вижу его как вполне современную самодостаточную столицу и очень-очень красивую и интересную. В гостиницу мы пошли пешком. Бродить в Минске вообще не страшно, даже поздним вечером. Там спокойно. Люди открытые, доброжелательные, и мы в этом убедились не раз. Везде порядок, чистота. Из-за этого тоже возникает ощущение безопасности. Очень сильное. Настолько, что об этом просто не думаешь. А вот и наш отель с патриотичным названием 40 лет Победы. При заселении, естественно, попросили паспорта, только оформление документов не как везде. Обычно сидишь и ждешь, а тут предложили идти заселяться, мол, потом заберете документы. Интересно, пробивали нас через какую-нибудь базу? В Тресте тоже был тот же порядок. Вот такой номер бюджетный, но посмотрим, что же нам предлагают. Такой, ну, достаточно просторный номер, и кровать огромная. Есть полочки, шкафчики. Надеюсь, никто тут не забыл свои вещи. Ну, телевизор, видимо, из прошлого. Ну, ничего, не телевизор же мы приехали смотреть. Окно. Мы живем на 11 этаже, и у нас наверняка вообще просто потрясающий вид. Ну, в 10 вечера уже немного чего удается увидеть, так что вид из окна будем оценивать завтра. Ну, ванная комната. Сейчас заглянем еще туда. О-о-о, ну, неплохо, неплохо. На фотографиях вот цвет этого капеля смотрелся более стрёмно. А на деле, ну, ничего, она. Все, блин, как чистенько, даже блестит. Есть тут мыло, шампунь и есть гель для душа. Ну, в общем, таз тоже есть. Это не очень радует. Даже небольшая ванная. Но я не думала, что мы тут будем принимать ванну. Но вот, душу обязательно воспользуемся. В номере не оказалось фена. Его пришлось брать на ресепшене. Нет телефона. Большой минус. Все-таки бегать вниз с 11 этажа, ну, как-то не очень. И самое страшное, отопление отключили 8 апреля. Так что даже в гостинице холодно. Рассчитывать только на одеяло было бы самообманом. Постельное такое. А через пододеяльник просвечивается месяц и зайчик. Попросили обогреватель. К счастью, он нашелся. Из плюсов. В гостинице есть салон красоты и свой ресторанчик. В счет включен завтрак. К разговору о добродушии. В последний день мы его проспали. Но нас все равно покормили бесплатно. Причем не по нашей просьбе. Администратор сама предложила. Доброе утро, Минск! Но не успели мы выйти на улицу, как... Коммунальщики воспользовались случаем и помыли дорогу. А нам надо срочно придумать, где сегодня исследовать Минск. Желательно под крышей. По Минску очень хорошо гулять. Особенно, когда такая потрясающая погода. То град идет, то дождь идет. Мужу моя идея не очень понравилась. Но погода подталкивала идти по магазинам. Компромисс нашелся. Гум! Каково же было наше удивление, когда мы зашли в этот торговый центр. Никаких дорогих бутиков. В основном все отечественного производства. И не разбито на секции, а вот так, выставлено в огромных залах. Одежда, обувь, сумки, ремни, скатерти, белье. И толпы покупателей среди всех этих вешалок. Вот это точно главный универсальный магазин для широких слоев населения. Я даже растерялась. Но надо отметить, что есть и интересные марки. Среди этих пестрых халатов тоже можно найти какие-то модели. И все-таки шоппинг в Минске не сложился. То застежки мне не понравились, то выточка показалась не на месте. В общем, хотелось что-то такое, только с перламутровыми пуговицами. Как в фильме, помните? Все покупки уместились в одном пакете. В Минске Кум это совсем не то же самое, что в Москве. Здесь туристы гуляют и покупатели, не только по коридорам, но и по магазинам. И в магазинах продают очень много белорусских товаров. А вот из фирменного магазина завода «Луч» было не так просто уйти без покупки. Там другая проблема. Слишком много моделей понравилось. В самом деле, часы красивые и на любой вкус. Есть классические, есть забавные. Цены в пересчете на российские рубли от тысячи примерно. Плюс это же белорусское качество, белорусская надежность, механические. Но в целом шопоголики в Минске будут спокойны. Зато игроманам придется непросто. В столице Белоруссии работают десятки казино и игровых клубов. Все легально. Запрета на такие заведения там нет. В общем, с казино все понятно. Если даже не знаешь адреса, да, ветер такой у нас сегодня, то можно просто выйти на улицу и где-то обязательно будет какое-то заведение подобного типа. Казино здесь буквально на каждом шагу. Вот еще одно за моей спиной – шангрила. Может быть, в него мы зайдем сегодня вечером. Но, увы, развлечение для очень обеспеченных путешественников. В топовых казино ставки от 10 долларов, а минимальный обмен – 1000 долларов. Так что нам такой вид отдыха пока не по карману. А идти в игровые клубы, ну, как-то неинтересно. Но вечер у нас будет не менее запоминающимся. Об этом мы позаботились заранее. В Белоруссии можно осуществить очень многие мечты. И это не только стать миллионером, но и, например, сходить в театр оперы и балета и сидеть в портере седьмой ряд у нас. Самые дорогие билеты в ложе стоили 1 миллион белорусских рублей. Это плюс-минус 3,5 тысячи. Наши в портере раза в два дешевле еще. Билеты купили через интернет. Распечатали на А4. Никаких сложностей. Все понятно. Большой театр оперы и балета в Минске был построен в 1933 году. Снимать спектакли, конечно, я не стала. Так что поверьте на слово. Микрофоновых колонок нет. Весь звук только заслуга голосов исполнителей и акустики. Опера исполнялась в классическом варианте, на итальянском языке. Перевод выводили на специальный экран внизу сцены. Немного било по глазам. Надо сказать, что билеты лучше покупать заранее. Свободных мест почти не было. И пару слов о публике. Никто не начал вставать на последних аккордах, как это бывает в Москве. Люди аплодировали до тех пор, пока артисты оставались на сцене. Расходиться начали после того, как опустился занавес. Я хоть и не актер, но было приятно наблюдать воспитанных и культурных зрителей. Путешествие в Минск стало особенным для моего блога. Родилась идея отправить открытку кому-то из подписчиков. Реализовать эту затею помогла страничка в Инстаграме. Ищите меня там по хэштегу Хаус ТВ или по пользователю Юлия Акиненко. Из Белоруссии я отправляю открыточку своему подписчику, который угадал, куда я поеду. А розыгрыш проводился, ну такой своеобразный розыгрыш в Инстаграме. И вот первый привет от Хаус ТВ отправляется в Москву. Надеюсь, Ксению не смутит мой почерк. И очень надеюсь, что Белорусская почта совместно с Российской сработает хорошо. И открытка дойдет до 30. Первая карточка улетела. А я постараюсь сделать все, чтобы эта открытка была не последней. Может быть, следующий приветик получите вы. Жду вас на своей страничке в Инстаграме. А в Минске еще очень много интересного. Не могу не поднять в очередной раз тему мусора. Я искренне думала, что все преувеличивают насчет чистоты Белоруссии. Например, столица, большой город. Ну как ее убережешь от определенного беспорядка? Может быть, конечно, говорить о чистоте в белорусских городах и в Минске это как-то избито, банально и неинтересно. Но здесь реально чисто. Вот мы сейчас переходим под мостом. Стены только что покрашены. Мусора практически нет. Ну то есть там что-то валяется, но это смешно обсуждать и называть это мусором. Мы все-таки нашли это место, где весь минский мусор сосредоточен. Вот на этой лестнице, наверное, здесь прошла какая-нибудь группа туристов недавно. Конечно, при желании найти можно все, что угодно. Но если говорить о Белоруссии, это все-таки скорее исключение, чем правило. Не может не радовать, согласитесь. Пока я настойчиво искала мусор, совсем рядом загремела музыка. Неужели и в этом путешествии нам повезет попасть на какой-то местный праздник? Я так это люблю. Сегодня суббота и в Минске проходит какое-то мероприятие. Я до сих пор не могу понять, что это и чему посвящено. И ощущение такое, как будто бы мы зашли на чужую свадьбу. Всем весело, все тусят. Но что происходит и о чем праздник? Пропускают всех, значит будем веселиться. Играет рок, ездят мотоциклы. У нас вот такие флажки уже есть и уже что-то более-менее понятное. Мы попали на открытие мотосезона. Настолько все-таки зависят впечатления от того, как и чем тебя встречает страна. Нам Белоруссия, видимо, решила показаться вот такой современной. С погодой в отпуске нам, как правило, не везет, но зато везет с мероприятиями. Мы часто попадаем на какие-то городки, праздники. И вот в Минске тоже случилось. В общем, драйв этого мероприятия вполне отражал то, как сложилось наше путешествие в Минске. Ветер, град, холодина даже в отеле. Здесь рок, мотоциклы, все жестко. Но определенная гармония в этом тоже есть. И вы не поверите, но до вечера было относительно тепло. Я даже расстегнула куртку. Но, видимо, Минск хотел, чтобы мы побыли на улице и посмотрели этот праздник. Да, я очень рада, что пришла на это мероприятие. Я узнала о нем случайно, мне дали листовку. И я так просто счастлива. Здесь так весело, здесь так интересно. Все аттракционы бесплатные. Но, правда, дети оккупировали очереди. Я боюсь, что у меня нет шансов туда попасть. Может быть, белорусы удивлялись моим вопросом, но я, как житель Москвы, с трудом могла поверить, что здесь настолько все бесплатно. Игры, соревнования, батуты. Вообще все, ну кроме еды, наверное. Можно бесплатно покататься на мотоциклах, если есть права категории А. А если нет прав, то могут покатать. Круто, везде можно заходить, подниматься. Никаких запрещенных мест, никаких вип-зон. Просто все для всех. Ну, Минск, тут более чем удивил. Такие крутые аттракционы, игры, машинки. Все бесплатно, но в голове не укладывается. Мне кажется, на меня там смотрели, как на дикаря, попавшего в цивилизованное общество. Вот это же бесплатно. Даже продавцы шашлыка и пива как-то цены особенно не загибали. И все такое свежее, аппетитное. Не остатки с расчетом, что все равно купят, потому что больше негде, а как будто самое лучшее. Ух! С ума сойти, какой шашлык. Это не шашлык, это целые куски мяса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казалось бы, столько всего увидели, в каких-то стереотипах убедились, каким-то не нашли подтверждения, столько раз удивлялись. И вот в финале железнодорожный вокзал изнутри. Еще одно чудо Минска, без преувеличения. Он больше похож на ресепшн огромной гостиницы или на аэропорт. Вокзал в Минске вообще ни в какое сравнение с нашими столичными. Здесь очень комфортно, здесь нет никакого запаха, здесь даже деревья живые стоят. Огромное, современное, красивое и главное, комфортное здание. Здесь можно и в зале ожидания посидеть, вполне удобно. Судя по всему, Минск решил нас проводить так, чтобы мы тоже начали подпевать. До свидания, мой любимый город, я почти попала, кроме ты твоих. Здесь вот кусочек такого старого города. Огромное, самый скучный город, нам с тобой так мало, надо для двоих. Можно бесплатно показаться на мотоциклах. Можно бесплатно показаться на мотоциклах. Открыл эти белки, совсем от мороза. Все потемнели, пошухлите розы и вызвали слезы. И надоели ненужная проза из-за мороза. Будет ли дело, а я улыбаюсь, живу и стараюсь. До свидания, мой любимый город, мы почти попали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин